В то время как город парализовало после сильного снегопада на стадионе «Юниор» ни единого сугроба. Для организаторов соревнований «Ядерный лёд-2021» погодные причуды не стали сюрпризом. Белые отвалы, которые оставила по крайней снегоуборочная техника, придают арене сходство с античным ипподромом. Рёв трибун заменяет громкая музыка, а вместо колесниц – болиды российского, японского и немецкого производства. На льду они демонстрируют чудеса манёвренности, ведь дрифт – это больше, чем гонки. Важна не только скорость, но и то, как пилот чувствует свой автомобиль. Способность водителя постоянно балансировать на тонкой грани между скольжением и потерей контроля. Здесь техника перекладок, техника постановки. На трассе есть клиппинг-зоны, то есть конусы. И по заданию судей, лидер либо на квалификации один, когда едет, машина должна проходить максимально близко задней частью, либо передней, смотря какое задание. Несмотря на внешний вид, каждый из этих автомобилей в своём роде произведение инженерного искусства. Вопреки расхожему мнению, марки ВАЗ дрифтеры отдают предпочтение не потому, что не жалко, а благодаря двум ключевым преимуществам. Во-первых, эти машины лёгкие. Меньший вес означает скорость, добавляет манёвренности, позволяет лучше регулировать глубину заноса. И во-вторых, их проще и дешевле довести до ума. Каждый, кто хоть немного знаком с зимним автоспортом, знает, что без прокачки на льду делать нечего. Первым делом надо позаботиться о приводе. В дрифте он должен быть только задним. Дорабатывают и другие компоненты. На новых машинах плыть по льду тяжеловато. Чтобы ехать красиво, чтобы конкурентно ехать, необходимо переделать, изменить, точнее, заменить переднюю подвеску, рычаги передней подвески. Машина может быть со стандартным двигателем. По льду большой мощности не надо. Современные автомобили боком ехать отказываются. Они создаются специально, чтобы ехать прямо. Открывают соревнования и квалификационные заезды. Перед стартом каждому участнику начисляют максимальные 100 баллов, из которых затем судебо считают стоимость ошибок. Таких, например, как медленная скорость, коррекция, задетые конусы. А за остановку, распрямление и разворот выпишут ноль. В парных заездах задача усложняется. При парном дрифте оценивается у лидера то, как он едет по судейскому заданию, а у преследователя то, насколько синхронно он и близко к лидеру. По итогам первого этапа чемпионата по зимнему дрифту «Ядерный лед-2021» победители и призеры, вдобавок к дипломам, получили еще и ценные призы от партнеров соревнований. Следующий этап организаторы планируют провести 31 января. А всего до конца зимы на стадионе «Юниор» должны пройти 4 заезда. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.